здравствуйте дорогие друзья мы сегодня начинаем с вами цикл таких вот зум встреч с уральскими не только поэтами и писателями будем разговаривать о литературе будем читать тексты стихи может быть розу почитаем меня зовут юлия подлубного я заведующая музеем литературная жизнь урала 20 века литературный критик автор книги неузнаваемый воздух и вот название этой книги дало название на название наших с вами встреч то есть музей объединенный музей писателей урала открывает цикл передач передач зум встреч и неузнаваемый воздух как будет она называться и начинаем мы со встречи с олегом дозмаровым поэтом прозаиком нашему уральским но не только уральским сейчас и об этом мы поговорим с ним олег дозмаров родился семьдесят четвертом году в свердловске окончил филологический факультет уральского государственного университета аспирантуру долгое время жил в москве а сейчас олег дозмаров живет в лондоне выпустил несколько книг стихов публиковался в журналах знамя воздух волга новая юность и других ну разумеется журнал урал здесь как бы не последний в этом ряду и составитель антологии лучшие стихи 2011 года лауреат русской премии 2013 олег привет я что-то забыла или или все привет юля да практически да ну я еще там получился некоторых местах но я думаю это неважно какая погода там в лондоне хорошая погода солнце солнце да ну вот да плохая погода в лондоне это стереотип ну давай поговорим собственно о том ради чего все это затевалось а поэзии да ты себя очень так иронически но все же определяешь как поэта традиционалиста даже в последней книге уральский акцент есть такие тексты где вот прямо написано есть такие самоописательные конструкции поэт традиционалист что такое традиционализм вот это это мне кажется такой важный вопрос потому что критики поэты и вообще все кто так или иначе связан с поэзией пытаются на него ответить и но вот это вот определение традиционализма с одной стороны вроде бы все понятно с другой стороны она как-то вот постоянно ускользя ускользает да то есть дефиниция не получается но все-таки что же это такое в твоем понимании хороший вопрос вообще традиционализм это конечно ярлык вот на мой взгляд у него нет содержания потому что это не термин он никак не определяет пишущего потому что нужно тогда сказать традиционализм по допустим поэта традиционалистом по отношению к чему традиционалист или кому какая будет традиция сейчас нет никакой традиции здесь сейчас масса у нас традиции русской поэзии ну вот обычно это с негативным причем оттенком употребляется это слово традиционалист ну такой вот образ ну что ли поэта старшего поколения из какой-то ну такой вот культурно несколько такой глубинки что ли причем он может жить в москве при этом дело не в географии а просто вот в культурной такой вот какой-то такой оторванности прибывает ориентируется на условно знаю девятнадцатый век тоже понимаемый достаточно так но стереотипно довольно такой скучный человек вот очень похожий на вот этого вот так называемого глубинного русского что ли но да да вот этот есть термин такое тоже в кавычках то есть это такой вот такой образ до рисуется но на самом деле если мы возьмем поэтов вот действующих поэтов современных то мы мы там не увидим таких вот таких вот персонажей практически то есть это совершенно маргинальный персонаж он вне вообще литературного процесса и не вне вне вообще разговора какого-то серьезного обычно ругают традиционалистами поэтов которые либо ориентируются на какую-то чуждую традицию вот либо либо они традиционны по своим взглядам в том числе политическим или или просто по каким-то социальным своим там нормам это очень грубый взгляд это значит что человек допустим если о наших традиционалистах говорить это такой вот если стихи силоботанические с рифмой то вот это традиционалист хотя это конечно не так если мы возьмем сейчас средний русский современный стих он вообще не такой у нас примерно на процентов 50 это верлибр вот может быть на какой-то на большую долю это допустим если это силоботаника рифмованная то графически это будет совершенно нетрадиционный стих для ну не знаю отмотаем там лет на 20 назад это был настоящий авангард то что сейчас воспринимается нормально совершенно как мейнстримный стих такой да то время у нас очень быстро бежит в 80-е годы если представить такое стихотворение в каком-нибудь 80 там не знаю шестом каком-нибудь году в дне поэзии да среди действительно традиционных поэтов ноу-нэйм такие знаете знаешь никто их не помнит даже этих людей их были сотни то вот этот стих совершенно нормальный из толстого журнала 2020 года он будет восприниматься как ну прямо взрыв там новаций при этом это совершенно нормальный традиционный стих на самом деле вот ее нет нет традиционализма нет только в каких-то маргинальных таких вот воплощениях он есть а в реальности если мы возьмем стихи то ну ну нет нет потому что верлибр это тоже традиция модернизм которые продолжаются это тоже традиция нет этого человека даже которого можно пальцем показать условный такой наш какой-нибудь но поэт допустим владимир кормилов да вот хороший поэт но вот если сейчас такие стихи опубликовать новом мире допустим то можно сказать о да вот этот традиционалист вода для него там время остановилось где-то ну поэтическое время вот но это вот как раз и будет тот самый такой вот оторванный от современного процесса поэт и но это эксперимент потому что владимир корнилов умер довольно давно другой стороны вот опять же если эксперимент провести и взять примеры той традиции да на которую допустим на цвета его возьмем цвета его и вот убрать вот эти все наслоения вот это массы массы поэтов женщин которые так или иначе были просто ну не знаю там вот я не буду сейчас имен называть но это разные поколения это поколение условно там начиная с двадцатых годов рождения десятых даже опять же без имен да ну чтобы там ну или назову какое-то имя чтобы понятно о чем я буду говорить там инна леснянская допустим если мы почитаем ее стихи шестидесятых годов вот не поздние стихи которые уже там написаны вот книга там после всего вот эти вещи где она пошла очень далеко возьмем ее стихи шестидесятых годов или ахмадулину ранее это такая вот в общем марина ивана цветаева на слух вот если их прочитать слух это марина ивана цветаева и даже круг тем там тот же вот и надо было это в себе вот перерабатывать поэтому я традицию как понимаю традиция это развитие и самоотрицание постоянное самоотрицание ее нельзя вот схватить а сказать вот о вот эта традиция да ну что по отношению к прошлым это будет не традиция там пушкин допустим он был мы все знаем да он 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 же был новатором он обокрал всех да как там кто-то правильно сказал взял жиковского смешал его с батюшковым да добавил дениса давыдова там еще еще что то то есть он взял все у каждого буквально он уже всех читал с карандаш он у каждого брал то что он хотел в итоге у него получился синтез и поэтика которая позволила говорить обо всем он увлекален например языком баратынского который тоже новатор но по-другому да нельзя сказать обо всем языком пушкина он универсальный этот язык можно говорить обо всем можно полтаву написать да а можно отцы пустынники и жены непорочными писать и потом появляется лермонтов вот если мы возьмем лермонтова допустим не знаю любое стихотворение которое на слуху наедине с тобою брат хотел бы я побыть на свете мало говорят не остается жить вот четыре строчки то вот это же просто невероятная инновация потому что для пушкина так написать него это невозможно это простота очищение то минус приемы бы да сейчас сказать минус прием поэтому не было такого термин но он этим занимался про заизация отсюда пошел весь некрасов да отсюда из некрасова пошел блок но там с тоже с примеси то есть вот эта традиция а это все традиция это это она и есть и традиция она противостоит не инноваций как как вот нам кажется традиционалист такой человек который от эксперимента уходит на самом деле эксперимент это часть традиции и любой поэт крупный да он экспериментатор внутри традиция там что-то переделывает перестраивает у него получаются там новые стихи есть такие вещи в двадцатом веке случались наши поэзии они случались вот но там два-три раза да там приход маяковского допустим который вот кто-то правильно сказал да он лег лег можно любить не любить его стихи но он лег как бревно поперек вот русской поэзии и там несколько поколений поэтов они внутри маяковского большой искать поэтики да они пытались сделать что-то свое бродский вышел из маяковского слуцкий вышел и на маяковского вот бродского обычно говорят что ну вот бродский это но он привил английскую англоязычную рациональность до русскому стиху еще что-то такие поверхностные вещи можно действительно сказать что да да действительно там вот он сделал там он ориентировался вот джон дон там вообще-то вообще-то про садические вот на слух первое стихотворение как поэт становится поэтом для меня вот он просто читает другого поэта у него там бах в голове понимает вот 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 это это случается один раз в жизни может два в нежном довольно возрасте олег да 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 мы сильно с тобой далеко уже зашли в русскую литературу в русскую поэзию все-таки давай вернемся в современность я меня несет понятно да скажи пожалуйста ну тебе не кажется что все-таки вот это вот использование ярлыка традиционализм она несет даже вот какую-то неэстетическую функцию имеет не эстетическую функцию да а скорее используется для какой-то разметки литературного процесса то есть мы прекрасно понимаем с одной стороны есть так называемый круг поэтов традиционалистов а с другой стороны есть так называемый круг актуальной поэзии да и в данном случае ты ты вот в данном случае как бы употребляя вот этот вот термин да очень очень спорный по отношению к себе как бы показываешь принадлежность к определенному сообществу ты ощущаешь себя вот поэтому традиционалистам в этом смысле меня называли всегда традиционалистам в общем дело то есть вот когда ну там что-то писалось обо мне вот но не знаю там митя кузьмин допустим писал то он всегда использовал ну вот с той стороны спектра да люди писали там не только кузьмин термин этот использовался просто для да для вот проведения границы без вот без анализа текстов без там каких-то причем это невозможно там допустим в 90-е годы человека там моего возраста ну две-три журнальных публикаций и он еще в развитии находится ему там 25 лет там 24 года и про него можно написать уже все это традиционалист он там подражатель кушнера там что угодно потому что кушнер изменился в 90-е годы там ну окей я я не против но просто этот термин он он оценочный вот то есть можно сказать этот парень традиционалист с ним ребята скучно вот читать его не надо я не буду опять же имидж называть у нас большой есть критик действительно очень уважаемый я его числю в числе лучших там до критиков но тем не менее вот он подводил итоги 90-х годов там до помнишь в начале двухтысячных были огромные обзоры до век закончился тысячелетия закончил десятилетия закончил все закончилось что-то должно новое начаться давайте посмотрим что у нас было и вот большая статья допустим выходит и там анализируются с там поэты близкие критиков что нормально что критика это часть литературы прям вот самая такая лава до горячая литература вот а про весь традиционный спектр до говорится одной фразой в традиционной части поэтического спектра последние там 10 лет не произошло ничего интересного это говорится ну примерно там в 2001 втором третьем там вот в эти годы ну окей это мнение мы сейчас видим да вот так назад посмотрим 90-е годы это денис новиков до борис рыжий там еще какие-то такие вот люди которые ну там тоже новаторы вот в рамках широкой такой традиции я-то хотел сказать что традиция традиция она она ведь авангарду противостоит а не новаторство потому что авангард он он чем занимается он он просто отрицает все что было просто вот ничего не было там приходит поэт до меня ничего не было он обесценивает все что ну то есть это хороший прием на самом деле вот он говорит все что было до меня это все ребята ерунда вот это так этим занимается авангард модернизм там посмотрим все остальное они занимаются перерабатыванием там традиции отрицанием традиции но не ее вообще игнорирование вот в чем дело так что это очень сложная такая штука вот и вообще надо на стихи смотреть надо смотреть на стихи я посылал молодости стихи как все да поэтому я посылал там стихи кушнеру я посылал стихи гандлевскому я посылал там рейну то есть это в 90-е годы это было вот но это были поэты которые к ним шли за рукоположением и сейчас идут вот и ответ примерно такой судился к чему потому что но зачем зачем тебе писать стихи ходасевича условно да если их уже написал ходасевич вот и я вот эти вещи стал довольно поздно понимать к сожалению если про себя говорить то есть мне легко говорить вообще о ситуации в целом отвечая на вопрос но про себя если говорить я вот эти вещи стал очень поздно понимать там допустим боря рыжий он 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 как-то очень быстро соображал вот я вот ту году а он мгновенно улавливал вот эти вещи и он как раз занимался чем-то подобным пушкину он занимался синтезом разных традиций а давай вернемся вот к нашему первоначальному плану ты сказал авангард но насколько вообще правомочно употреблять вот этот термин авангард к в отношении к современной поэзии если как ты сам сказал все сейчас все традиция что не сделай все связано с традицией да и сразу давай разовью этот вопрос ты побывал выступил на поэтических чтениях организованных фестивалей инверсия где было много молодых авторов и насколько я знаю это на тебя произвело огромное впечатление можно сказать что это был такой эстетический шок все таки да что происходит в твоем понимании молодой поэзии да она движется и как ты это оцениваешь это большой вопрос я начну с авангарда авангард конечно это тоже сейчас традиция если понимать под авангардом там эксперименты десятых двадцатых годов 20 век авангард он тоже воспроизводится и там не знаю допустим ну found poetry сейчас да вот если там взять ну вот да это авангард потом поэтри закрывают часть текста да и остается да 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 вот я просто термин сейчас забыл это уже авангард видишь тут опять же нет никакой традиции это просто вот это откуда-то из жизни идет а в традиции все-таки стихи они не просто человеческое движение не только человеческое движение тут две крайности есть да можно заниматься только человеческими делами но сращивать поэзию с психотерапии да там вырывать ее из контекста литературы вообще да и говорить что вот это актуальная поэзия потому что она вообще не принадлежит литературе есть другая крайность когда мы поэзии считаем то что только литературе принадлежит если есть там кусочек захвачен жизнью да ну там в кавычках жизнь реальности мы мы уже мы можем сказать ой ребята что то тут вот постоянные сетевые споры они вот об этом всегда об этом что считать поэзией понятно что эти споры они казуальны они вот вот они сейчас это расчерчивание поля о котором ты вначале сказала это всегдашняя проблема что считать поэзией в идеале для меня вот хорошо бы написать такие стихи которые ну кто-то там назовет не поэзией он скажет вот это не поэзия потом когда костя комаров в праведном гневе да в какого-то такого вот я понимаю какие ценности он защищает я эти ценности тоже ну разделяю а но когда он говорит о каком-то поэте того спектра той части да это не поэзия вообще да такая фраза постоянно это огромный комплимент этому поэту огромный потому что это значит что этот поэт сделал нечто что что вышло за рамки традиционных конвенциональных вот вообще ну матрица оценок в рамках чего можно сказать вот это хорошие стихи это плохие а тут просто нельзя так сказать просто человек говорит это не стихи то же самое кстати в обратную сторону идет то есть я я тоже понимаю что люди могут там не знаю открыть а там рифма кровь любовь там да хотя это прекрасный рифм просто их надо обыгрывать и они они в этот момент просто закрывают там журнал орион допустим да и не читают дальше его вообще в принципе и да это нужно это хорошо там 20 там лет вот вот этими вещами заниматься уверяю я я тоже когда мне было 20 лет я этим занимался ну так вот олег как раз такой переходный мостик 20 лет до молодежь и твоего отношения вот эстетический шок у меня был от массовости во первых вот этих стихов и от вот их автономности то есть мы привыкли там условные люди традиции мы были молодыми и мы значит вот у нас были был такой список поэтов да там 46 имен они были для нас абсолютными вот потом приходят значит другие поэты для них тоже есть какой-то список там имен а тут приходят поэты у них не список имен не поэты а философы философы французские 60-х годов там условно говоря вот понятно что их перевели сейчас недавно это очень актуально все и они пишут тексты примерно вот исходя из каких-то философских общегуманитарных даже практик то есть поэзия она подключается да к этому является частью большой какой-то вот гуманитарной философской практики традиции вот это непривычно это очень непривычно это на русском появилась недавно но вот я так вижу что это вот несколько лет меня поразила массовость во первых что действительно на этом языке пишут и на этом языке говорят и думают не просто там полтора землекопа а там десятки людей что эти люди они не только в москве а сама ну ты помнишь да там самара нижний новгород там еще еще что то и в принципе вот мы видим что появилась новая извините традиция да но она очень далеко она очень далеко вот она где-то на смычке с философии и саврийском да находится современным искусством куда-то туда уходит шок то почему был шок был потому что я не не чувствую вот этих стихов я их не чувствую со слуха во всяком случае при том что я понимаю что это состоявшиеся ну вот это это состоявшиеся явление она уже существует и там я не могу там сказать что ну ребята вы тут идите почитайте там да помнишь бродский там своим студентам говорил что прежде чем вообще что-то там начнете бумажки там черкать вы пожалуйста вот этот список прочитайте вот этим людям такое не скажешь потому что они это во первых все читали во вторых у них есть такой же список который не читал я и в общем шок то был из вот этого расстояния вот это вот льдина да мы все плывем на этой дине мы куда-то там плывем читателей нет в принципе то есть то что нет читателей они есть нет читателя как вообще какой-то инстанции вот рецепиента в принципе нет и вот нет ты можешь это свобода это хорошо даже да ты можешь делать что угодно его нет в реальности этого читателя и в принципе его нет и может его и не было никогда ну но мы все на этой льдине находимся вот на этой льдине появляется трещина я эту трещину на этих чтениях инверсии я вот эту трещину увидел и в нее заглянул и она доходит до до ядра земли я бы так сказал сейчас идет идут дискуссии о том насколько вообще вот новая этика которая приходит нам числе в том числе через по эти практике насколько это явление действительно необходимое и если в нем вот такой потенциал для остановления какой-то вот тоталитарной такой вот матрицы которая то есть нового тоталитаризма то есть ограничение свободы и так далее и так далее тебя это не пугает то что пугает я даже в стишок уже этого едино вернул меня это не пугает но это новая гражданская поэзия вот она она действительно другая это не там это не та гражданская поэзия как раз условно поэтому может быть гражданином быть обязан но на самом деле именно и этот лозунг там написано вот ты не обязан быть поэтом стихов таких да но ты обязан выражать и защищать наиболее прогрессивные какие-то общественные тенденции социальные нормы вот если социальные нормы меняются ты должен быть на на острие да на на формы стиля вот вот ты всегда должен быть на на баррикаде и если уходить от содержания там условно фемпоэзии это не всем поэзии поэзии травмы поэзии пост постгуманизма там еще что то вот то в области формы можно сказать ну окей вы можете это писать я могу это не читать тогда я просто как читатель да могу не читать вот это вот отношение она сейчас будет превалировать этим людям будут говорить да ребята вот это все окей это все здорово вы правильные ценности защищаете но вот это вот фраза будет это не стихи я я вот все мечтаю что появится какой-то синтетический поэт который объединит вот эти традиции да склеит позвонки перебитые ну вот пока я вижу такой фигуры это должна быть какая-то просто грандиозная фигура типа бродского ты переехал из екатеринбурга сначала потом тебя был лондон где ты сейчас собственно живешь что-то менялась мира ощущений в поэтике за это время ну понятно что менялась просто как-то обозначить он сам ну вот если жизнь меняется стихи наверно тоже должны меняться вот но у поэта бывает в жизни мало два-три таких шанса что-то кардинально поменять если допустим человек писал одни стихи да там ранний заболоцкий вот а потом друг бах и становится поздним заболоцкий понимаешь да такой слом поэтики он должен означать катастрофу в жизни этому со мной этого вот не произошло видимо поскольку я не вижу чтобы стихи изменились настолько кардинально хотя мне сложно судить о собственных стихах это просто вот такое поверхностное осуждение оно субъективно я думаю что может быть что-то по-другому там можно увидеть другое я думал что моя жизнь сильно изменится а на самом деле она не изменилась так сильно достаточно сильно вот потому что во первых мир все-таки единым стал вот иммиграции сейчас в принципе не существует ты можешь сесть на самолет ну там карантин пройдет откроют границы ты можешь сесть на самолет который летает в москву там пять раз шесть раз в день там десять раз в день и через три часа ты будешь москве ты можешь так по зуму по скайпу по интернет там как угодно мессенджеру по телефону поговорить бродский звонил там родителям несколько раз в год и послала открытки посылки с словистами то есть ну вот это совсем другая ситуация его не пустили на похороны там или там у него там какие-то вот и то то есть это сейчас такого нет и это ну просто ты меняешь место жительского вот такое дело среда языковая меняется вот тут да для поэта это наверное важно ты едешь там не знаю метро вокруг тебя только латиница даже графика букв она другая вот и когда ты приземляешься там не знаю шереметьево выходишь идет какая-нибудь женщина с ребенком и она этому ребенку говорит по-русски у тебя шок шок обратный потому что она для тебя человек то есть ты привык уже к тому что люди говорят по-английски тот друг бах и человек говорит не по-английски а по-русски и ты слышишь русский язык как иностранный вот со всей его фонетикой нашей русской которую мы не слышим это действительно такой такой правда шок испытание и там краснеешь и там не потому что стыдно а потому что ты понимаешь что вот западный человек он даже прочитать не может русское слово потому что оно написано кириллицей зато ты приезжаешь в Грецию там допустим да и ты даже какие-то слова читаешь и понимаешь и вот это вот восток запад но в терминах там не знаю римской империи да ты понимаешь что да вот это все действительно существует или ты приходишь в Венеции в Сан-Марко да и видишь там восточные да вот эта часть была восточной империи как ни странно эстетически там ты видишь вдруг там восток или там где-то в Стамбуле да ты вдруг там же фрески остались некоторые ты видишь эту фреску как будто ты в Новгороде да ты ты понимаешь что ты с одной скоростью перепели передвигаешься культура с другой и я одно стихотворение даже латиницей написал ради эксперимента вот оно там есть в книжке ты видела значит именно для этого потому что как мы звучим да и как мы пишем это настолько вообще другое что-то я не знаю с санскритом можно сравнить там еще с чем-то не знаю англичанин он может прочитать какое-нибудь среднее польское слово и оно в принципе он его произнесет там без шипящих там допустим он шипящий не произнесет а наше слово он даже не прочитает олег ждать ли так в таком случае тебя текстов на английском языке то есть да я вижу что рано или поздно русские поэты почти все долго живущие там то есть здесь вот они делают попытки писать английском вот вот насколько я общался с поэтами английскими и спрашивал у них как они относятся к экспериментам бродского хотя вот недавно была статья об этом которая поддерживала как раз бродского потому что там у них поэзии такой есть какой-то такой вот все-таки вакуум видимо или тупик например там есть такой поэт филипп мэмор он он пишет а он пишет силлобические стихи английском почему он это делает а потому что а вот вот это вот то что после отдана до пошло вот он был последним практически поэтому который писал только вот так мы привыкли после него уже все бродский хотел вот тоже быть последним то есть первым точнее первым англоязычным поэтом который вернет эту традицию он ее по-русски понимал конечно и традицию рифмовки обратно привьет и традиции там все но у них язык другой английский вообще другой язык на всех уровнях на всех уровнях он аналитический да он длина слова другая ударение слова другое на слух там ямп вот ямп да он он даже не звучит как ямп потому что там будут одни перехи из пандеи то есть это вот и вдруг я начну писать по-английски ему не мы конечно я могу сочинить но вот зачем не знаю то есть чем олег но все-таки какие-то изменения такого такого рода вот как когда ты переехал он случились то есть какого рода может быть в восприятии тебя как поэта потому как ну начиная там с двухтысячного 2001 года мне кажется многие многие воспринимали тебя вот в тени бориса рыжего да это понятно почему так случилось но после твоего переезда может быть я здесь ошибаюсь проводя вот такой вводы раздел а олег дозмаров стал восприниматься несколько иначе тебе так не кажется ну то есть как как более что ли самостоятельная фигура оформившаяся фигура оформившийся поэт да это собственным голосом совсем не в тени бориса рыжего хотя вот этот вот миф да он все равно тебя так или иначе преследует может быть преследует здесь не совсем точное слово но так или иначе он с тобой связан ну да тут ты права тут отношения автора и персонажа потому что мы все вот кто с борисом общался мы стали его персонажами персонажами мифа он создал художественный мир который очень сильно подключен к реальности биографиям там имена конкретных людей топонимика там все все есть да понятно что это неф это художественный мир вот но мы тоже вы живы и мы я чувствую себя как вот ну представь там там не знаю персонаж ну не знаю набокова вот я примерно так себя чувствую до сих пор я понял что с этим ничего не поделаешь потому что с мифом воевать невозможно и и не нужно вот кроме того борис он одна из моих так сказать лирических тем вот что тоже не поддается коррекции то касается оценок да ну то есть если обо мне хотят сейчас вот кто-то сказать там какую-то гадость то вот принципе привлекается рыжий к этому сразу автоматически вот я какое-то время переживал по этому поводу правда то есть допустим человек любит рыжего да его отношение ко мне она определяется этим правной степени человек не любит рыжего потому что ну не его не обязаны любить да вот он не любит его стихи не любит его поведение литературное там да маски его не любит не любит его миф не любит его там еще что-то просто стихи его не любит его отношение ко мне этим тоже определяется вот я с этим сталкиваюсь постоянно ну я тоже с этим ничего не могу поделать вот ну что с этим сделаем вот я могу издать книгу стихов посвященных там не посвященных а обращенных скорее к борису мне кажется это будет каким-то адекватным ну жестом что ли то есть я все равно вынужден какие-то жесты в эту сторону делать значит я меня развитие не так шло как у бориса и я начал какие-то стихи более-менее яркие интересные писать уже после ну мне так кажется после его ухода из жизни вот то что я в 90-х писал наверное это потом когда-нибудь я где-нибудь может напечатаю вот но нужна дистанция для этого и получается что я поэт который появился после рыжего вот для ну там для читателей и человек читает мои стихи и он меня сравнивает с рыжим если бы он меня читал допустим в девяносто третьем году вдруг а потом читал там рыжего да для него картинка была бы другая но таких людей очень мало которые помнят вот меня до там девяносто шестого седьмого года это может юра казарин там буквально десять-пятнадцать человек в екатеринбурге вот они помнят что в общем что что происходило однажды в одном уважаемом журнале написали что я графоман который значит вот использует дружбу с рыжим и меня печатают только потому что значит я с ним дружим ну вот конечно ну и чуть переделать ну и ладно ну вот ну как бы я переживал сейчас ну я подумал что ну окей да вот паразит такой да я же не могу изменить свою биографию правильно вот но если люди хотят ну как бы там прилепим там еще кто то то есть есть такие люди и это все ну окей 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 понимаешь вот с рыжего то ведь это как с гуся вода потому что он вне идеологии совершенно поэт его хотят там применить каким-то имперским там еще каким-то трендом но он как протей он вообще любой то есть хочешь он будет имперцем хочешь он будет там анти имперцем вообще как бы такой тип поэта совершенно вне идеологии то же самое с бродским вот он кто идеологический бродский все читали эти стихи там на независимость украины вот он кто для какой-то части людей я уехав там на запад я стал я как бы предал рыжего то есть они приписывают рыжему какие-то воззрения до которых не существовал так что в тени ну окей в тени вышел из тени окей там вышел из тени рыжего то есть но если я фрустрировать будут все время на эту тему но я думаю я не буду писать вот я после смерти бориса не писал года три так примерно два-три года стихи то они сами какой-то ответ должны находить на все эти вот поэтому ну вот то есть я думаю я как-то пережил это все и ну прозу написал вот эту вот скандальную ну тоже конечно я в тот момент фрустрировал там и бориса рыжего вовсе там на знамя не носили на щит не поднимали то время когда это все писалось а сейчас он стал такой культурным героем частью массовой культуры там посмотри я вот все с ужасом жду что какой-то художественный фильм уже скоро снимут уже ну то есть это это не остановить потому что сериал могут снять могут снять там какой-нибудь петров там его сыграет ну то есть это вот это реально может быть потому что если безруков вот ты знаешь это будет уже вот уж лучше петров уж лучше петров безруков это гибель всего но кроме шуток да это это так случится и мы мы ведь когда вот мы уже лет так пятнадцать десять точно когда о борисе говорим мы ведь не о нем говорим мы все время говорим о нихе разных частях этого всего его воплощения в массовой культуре он уже давно не принадлежит нам поэтам или там поэзии да он он вышел за эти рамки он кстати это уникальный случай в современной литературе да поэты читают те кто вообще не читают поэзию человек вообще не читает не покупает книг стихов а вдруг он узнает что ну посмотри что делается там в контакте да где то есть человек просто вот он видит в паблике стихи узнает что вот был такой парень там такой вот четкий там то есть он полностью в этом мифе он вообще вообще не понимает ничего да он не понимаешь это маска что-то там что-то романтическая такая ну там рекомендация там романтического героя ну чего угодно лермонтовского там какого-нибудь то есть то есть это все вот как вот прямо риэл поэтри такая вот воспринимается как вот чистый биографизм то есть он ходил арматурой бил там чурок там и так далее как ни странно также его воспринимают вот с той стороны там льдины разлома как такого есенина чел с этим не сделать уже это 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 прям вот понимаешь вот посмотри все биографии бориса вот который все что о нем написано это это попытки вроде бы как бы докопаться до реальности а на самом деле вот это все часть мифа просто вот допустим допустим фаликова да биография его такой второй миф миф на них и уже до появился то есть человек из москвы литератор поехал там на урал и уральские люди рассказали ему о том каким был борис вот понимаешь то есть вот миф 2 там борис о себе рассказал создал такой да вот теперь у нас есть борис 2 потом есть книга не к ночи будем помянутого мельникова где просто все вот человек наивный вот фаликов опытный литераторы поэты и так далее он понимает эти вещи мельников вообще ничего не понимает вот ни в чем то есть это просто вот как бы вот ему что сказали то он несет это тоже часть уже мифа потому что борис борис создал какой-то такой вот героя такого который ну вот он понимаешь он вот он как зеркало работает вот вы хотите меня таким видеть я такой вы таким меня хотите видеть я такой главное что я как бы живу понимаешь он просто хотел жить таким образом да извини времени осталось извини что перебиваю а у тебя недавно вышла книга уральский акцент может быть ты почитаешь текст из нее давай новые потому что уральский акцент это как раз вот это итоговая такая книга там и за 10 лет вот реально у меня как-то книги раз там девять восемь лет выходят там стихи за десять лет для вас и так далее вот это значит так как все-таки получилосьais и так далее давай тогда новые да вот потому что я хочу протестировать у нас же живое такое общение я хочу протестировать вот новую там манеру а просто новые стихи написаны после книги ты меня как поэт по это поймешь Потому что, ну, когда ты откалываешь кусок от этого айсберга, он там пошел, плывет дальше, вот, а тебе хочется новое, да, что-то? Я просто недавно какие-то свои тексты нашел, там, 90-го, там, не знаю, 92-го, там, боже, года, вот. Не, правда, серьезно, 91-92 год. И, то есть, это вообще другой человек писал, а с другой стороны смотришь, там есть какие-то такие вещи, которые, ну, вот, я мог бы сейчас написать, ну, с большей долей, там, цинизма, иронии и так далее. Так что, давай я прочитаю, а сколько у меня времени, чтобы я, или ты меня... Ну, минут 15 есть. Думаю, неважно, как эти стихи выглядят в графике, ну, то есть, можно вывести на экран, но я не буду этого делать, давай я просто прочитаю, потому что на слух даже, там, интереснее. Это вот к тому разговору сейчас будет про новую этику. Нельзя цыгана звать цыган, назвать неправильно меньшинство, ломать сирень, сорвать тюльпан и джинсами прижаться к джинсам. Я обнял ее без спросу, рискуя схлопотать по носу, нет, по носу схватить фингал и даже вскользь поцеловал. Я нарушал ее границы, ведь я любил ее тогда, так почему нам пели птицы и лэп гудели провода. Значит, стихотворение памяти кота Якова. На лапы задние вставал, путь в кухню преграждал, как танкер, бодал, царапался, кусал. Пока крупноразмерный ангел, а кто еще я для него, не уступал смешному рвению, наполнив миску дребеденью, шутя, благословлял его. Она сказала мне, не парься, и вмиг от сердца отлегло, тебе зайдут Париж, и Барса, и Тензы, мутное стекло. Зачем тебе с твоим народом вот это все, вот это вот, ведь ты и так тут год за годом, а тут ведь два идет за год. Она сказала так утешно, так искренне и так свежо, так трогательно и безгрешно, что стало чисто хорошо. Как много появилось сасных слов. Гоу, бодишейминг, свайпать, изи. Фишка есть не во всех, страдашки и бухлишка, зашквар и хайп произносить готов. И идучи в кавайный магазин, ласкильный и олдскульный звероящер, люблю их все, в особенности тащер, и пенопластом по обоям, блин. Я помню запах табака, запах пота, острые цыплята табака, его работа, рубахи, клетка, вельвет, штанов и кожа, воспоминания хуже нет, нет дороже. Отцу идет короткий стих, воспоминания, где пастернак и фет притих, как в назидание. Вот одно я такое еще хотел прочитать. Вот оно. Прийти нужно было к 7 утра, за окном на слонов набросили простыню, вспоминаю об этом раз-два на дню, и держу рукою слова у рта. Был январь, очень холодно, ведь Урал, дождались трамвая, поехали вдоль трамвайных путей, так снега легли, словно кто-то Арктику обокрал. Ты потом обвела три строки, абзац у Хамингуэя, где про белых слонов. Я недавно нашел и прочел тех слов абсолютную правду. Подлец, паяц, трус, поэт, пятикурсник, паяц, подлец. Все б это могло, сказала девушка, нашим стать, но не стало. Так что ж теперь горевать, почему-то подумалось наконец. Ненадолго, но это сблизило нас, может просто боялась, что я уйду. Очень холодно было зимой в том году, минус 30, наверное, не то, что сейчас. Почему-то именно в магазине, где афробританцы, мамы с детьми, розини, покупая овощи, ерунду, вспоминаю Красноуфинск, Ревду. Под Красноуфинск ездили на картошку. Там влюбился сильно, не понарошку. А в Ревду посылали, иди в Ревду. Вот и касса, беру купоны, иду. Я убил мотылька, что по стенке летел. Думал, моль, смерть легка, убивать не хотел. От того мотыльца вот осталась пыльца на обоях, труха, ну совсем чепуха. Какая-то часть, ну практически взвесь, вдруг куда-то взвелась, разместилась не здесь. Давай совсем новое прочитаю. Проснешься под ольхой или кленом, вокруг какой-то левитан. Стоит себе во всем зеленом, капотня, биться, теплый стан. Но надо мне с утра, ребята, поправиться, насобирать. А вот жалеть меня не надо. Мне некогда, а вам насрать. Ну вот есть стихи тоже, которые немножечко имеют, да, такое отношение к тому, о чем мы говорили сегодня. Вот, например. Трансгуманизм, хоть имя дико, его увила бы велика, Поскольку речь несет меня и моего коня. Я на щепковых вам сыграю, я птицу тройку погоняю, И у меня скрипит нога, я полуробот, полумгла, Я тварь, оно, мне имя тьма. Я посмотрел все сериалы, я стал как всадник без ума, И раб усталый. Прямая речь тоталитарна, Хотя способна и увлечь, Но потому и элитарна, Так береги прямую речь. Среди текстоидов и практик, Среди скучающих манер, Она летит промеж галактик, Как первый в космос пионер. Как пирань я смотрю на чужую еду, Кулинарное творчество масс, И пельмени у вас на хорошем ходу, И салата у вас целый таз, Целый таз у меня образцовой слюны, И в коробке, где лысина стыд, Джейми Оливер-змей из бетонной стены, Что добавить куда, говорит, Вы готовьте, готовьте, Я тоже готов, И уже наточил все ножи, Я в пирог положу кишкодеры из слов, Против сладкоголосья ежи. Может быть достаточно? Ну, смотри сам, Может быть достаточно, Действительно... Что-то по времени-то получается. По времени, да, Мы уже превысили все лимиты. Олег, спасибо тебе большое, Очень рада была тебя видеть, И с тобой разговаривать. Тоже был очень рад, И спасибо, что вот так вот Есть возможность что-то выступить, Высказать, прочитать, И ответить на хорошие вопросы, Хорошего человека. Спасибо. Друзья, смотрите YouTube канал Музея писателей Урала, Следите за нашими объявлениями. Первая наша Zoom-встреча С Олегом Дозмаровым, А остальные будем объявлять Чуть позже. На этом мы завершаем. Всем спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...